сегодняшняя тема ролика 10 вопросов гепаре скажу вам предисловие ваня не был в курсе вообще темы нашего ролика и он просто сказал сегодня мы снимали с тобой youtube тут готов он не знаю какие вопросы будут сегодня заданы мы не готовили какие ответы будем просто в процессе импровизации отвечать на них первый вопрос звучит а знают ли ваши родители что вы геи и что вы уехали жить за границу вместе у меня только мама и она не знает гей по крайне мере я так думаю и не приходили к разговору об этом никогда и но она знает что я здесь уехал в иммиграцию сашей что мы живем вместе это она знает я не знаю правда таком ключе она нас представляет вместе как близких друзей и нечто больше сказать кому еще что мы в москве жили вместе вам было тоже об этом в курсе я думаю что она примерно наверное догадывается мы не просто какие-то друзья более на меня видео по моей внешности очень часто люди могут понять какой ориентации поэтому ты уехал в россии что касаемо моих родителей то у меня все в курсе все знакомы с вами мы много раз приезжали вместе в гости его любят как родного ну да мы всегда позваниваемся с бабушкой дедушкой да на данный момент мы там на связи по фейстайму постоянно все вместе общаемся болтаем тут меня в этом плане можно сказать гетеросемья гетеронормативная второй вопрос звучит есть ли то о чем вы жалеете при иммиграции и чтобы вы сделали по-другому на данный момент если была такая возможность ну я старше много раз обсуждали это при конфликтных немножко ситуациях потому что я говорю что это было большой ошибкой нам так сдаваться не подготовлено а я говорю что лучше всего было бы сдаться в аэропорту все друзья и наши знакомые на тот момент когда мы только все это узнавали всю эту информацию брали общались с какими-то нашими знакомыми друзьями по поводу того как нам ехать были противоречивые вообще противоречивая информация кто-то говорил в аэропорту не надо потому что в аэропорту и могут можете пять дней сидеть и там плохо кормят и телефоны отнимают и все пятое-десятое лучше в городе вы как в тюрьме другие говорили нет сдавайтесь в аэропорту там все очень хорошо все очень классно и так далее поэтому мы даже на тот момент когда ехали в отпуск еще оставляли такой как бы этот вопрос под большим большим знаком вопроса не понимая как мы будем сдаваться но уже поживя мы разговаривали и поняли что лучше бы мы конечно сдались в аэропорту и возможно у нас по нашей жизни на втором пошла ну я каждый раз оглядываюсь на эту историю то мы могли сдаться в аэропорту потому что мы здесь перебиваем пороги постоянно куда-то ходим никому здесь не нужны какие-то организации что-то надо везде искать пути к выживанию хотя если ты сдаешься в аэропорту все приехал сдался да все вот и все документы если тебе нужна помощь в плане жилья тебе выдали ну то есть все гораздо в разы проще да и твоя жизнь укорачивается в плане головной боли года на полтора точек следующий вопрос планируете ли вы брать эта тема для нас больная для меня не для нас а для меня ну и для меня в том числе потому что меня обижает мы обсуждаем брак и я постоянно ваня говорю что мне нужно чтобы ты взял меня замуж чтобы ты прозвал у меня что-то сделано и продолжение цену я хочу 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 там объяснять почему и зачем ему это надо это просто одну типа хотел хотя я ему объясняю для того чтобы наши наши связь была более крепкой чтобы мы чувствовали себя уже полноценной семьей тем более мы сейчас переехали жить в европейскую страну в испанию где постоянно видим различных парочек которые вот они идут не видно что они у замужем у них детишки это вот это все миг смотрю думаю боже как него почему у меня мой парень не хочет делать мне продолжать мне это очень обижает если честно и мы с ним по этому поводу даже иногда прям вот почти дорога не доходит но у него свое мнение возможно я ударил в ланшетом по лесу моменте того как он будет вам это рассказывать нет мы обсуждали брак еще в россии я имел ввиду саш что брак нам может помочь в многих ситуациях возможно здесь документами было упрощенно да какие то такие моменты бюрократические но когда мы приехали сюда я понял что во первых здесь высокий налог чтобы пить но это он сам придумал я читал я читал об этом желтый пресс и ну и во вторых я хочу нормальную свадьбу красивую с гостями вышла дорогую а не расписаться и выпить пиво в баре меня устраивает вариант расписаться и выпить пиво в баре но и чтоб он мне там еще браслетик карте я подарил вместе с колечками для меня это же важно меня устроит а он не хочет не хочет попадать на браслет карте интересно почему так жалко вот представляете человек жалеть какой-то браслетик маленький ладно не плачься вот так вот вот так и живу следующий вопрос планируете ли вы детей если да то когда когда нибудь планируем ну да мы обсуждали эту тему что мы хотим детей тоже хотим и до детей детей обязательно потому что мне хочется понимать что я не всю жизнь прожил зря мне хочется кому-то все-таки оставить надеюсь будет что оставлять все нормально будет точно будет что оставлять я планирую как минимум твой скверный характер тех смеялись конечно же напишите комментариях смешно было ну что шутка по не прозвучал как только был заложен мы хотим детей да мы это обсуждали у нас есть моменты которые на которые у нас нет общего знаменателя да потом не можем сойтись во мнении да но это в частности в мой огород камень прилетел но я честно не смогу спам на ютубе очень открыто сказать полу по каким пунктам у нас эти споры потому что когда мой канал заблокируют удалят его меня депортируют отменят остальное что там у нас как у нас сейчас людей за любое слово наказывают вот поэтому в будущем возможно когда у нас уже появится вот что он мне нужно было что по обсуждали это шутка конечно для саша просто выбрать ребенка как машину выбрать ну нет это он врет есть один пункт но один буквально один пункт которому ну как бы для меня он очень специально я не могу отойти от своих принципов в этом плане к сожалению возможно может быть в силу своего возраста я еще это не понимаю когда может к детям лет через пять-шесть начнем подходить может быть я как-то поменяю свое мнение и этот вопрос вообще сам себя исчерпает это непонятно только время покажет следующий вопрос кому на улицах или барах больше уделяют внимание и если ревности за этого не вам ответить свое мнение я знаю про что говорит саша у него сложился такой стереотип что в барах на улицах парни обращают больше внимания на меня они на него он из-за этого ревнует дико злится хотя я могу просто объяснить происходит это даже не во внешности дело в том что саша не говорит не на английском на языке тело может общаться под градусом и поэтому я общаюсь в основном когда мы с кем-то знакомимся общаемся я разговариваю поэтому больше внимания уделяется мне потому что в общении людям нужно общение но просто у меня такое что я заметил очень странно что мой контингент тех кто обращает на меня внимание это 45-70 наверное лет я думаю блин что во мне привлекает именно людей такого возраста я никого не хочу обидеть есть люди которые прекрасные в 60 и в 55 выглядит которые ухаживают за собой то есть выглядят покруче чем я вот поэтому я никого не осуждаю но просто мне иногда хочется все-таки внимание от больно молодых парней его как-то меньше чем его губа не сторону но мы сидим но он не то что хочется просто мне было бы приятно если бы на меня больше обращали внимание люди тридцать тридцать пять то есть такого возраста зато люди 45 плюс точно готовы к супружеству вот да по этому пункту кстати может быть не стоит как-то просмотраться чуть-чуть там знаете а если еще и 60 лет будет человечку там их наследство уже ближе есть чему задуматься хорошая версия подкинул на записывайте там телефона ставим в описании напиши пишите все кому за 60 какой подарок был самым лучшим который подарили долго сказать что мы там прям задариваем друг друга подарками конечно ну да у нас все-таки все более так наверное по нужде не материальные отношения в этом плане то что нам нужно мы покупаем и саши не то что у нас грубо говоря мы прежде чем что-то покупать как долго реально уточняем то нужно обсуждаем для того чтобы притащить какую-то там вещь человек мне поскольку зачем она мне нужна была мне нужны были там эхо цена вы потому что мои уже там негодность пришли в бане мне их подарил я был безумный подъем пород потом у вас не пришлось менять да это очень забавная как он заказал мне фокс и они мне пришли такую ура ура начинаем пользоваться и какой момент думаю блин что-то не то по моему как фигня я ваню говорю а ты где их покупал он играет на маркетплейсе там одном известном рекламу никому делать не будем нам за это не платить в итоге оказалось что продавец просто продавал паленки мы начали выяснять копать более глубоко и выяснилось на что на маркетплейсе вообще не в курсе того чем он торгует он всем там сертификаты наверно с одних или с двух наушников предоставил а в итоге он проковал палью в итоге мы на него уже напрямую вышли там через соцсети он вернул деньги и даже не забрал свои наушники эти наушники потом подарили маме наши подруги и очень нравится она ну как бы там не какой-то особый ценитель ей главное чтобы там звук играл какой-либо и нормально вот я не знаю какой для тебя был подарок тот же самый когда саш появились наушники послушал что звучат они реально прикольно и я сказал я тоже хочу две такие наушники я думаю что твоим идеальным подарком сейчас назовешь электрическую щетку который как у меня тоже было я купил шучу щетка не настолько необходимы как наушники лучше на подарочек это ты но вот этот проекта моде следующий вопрос звучит а кто из вас лучше разговаривать на испанке здесь вообще у нас между народами комментировать до можно комментировать так ваня изначально английский знал ему гораздо проще ну пока не менее не знаю мне тут многие люди по-разному город кто-то говорит когда ты не знаешь языка то тебя проще учить новый кто-то говорит если ты знаешь какой-то язык и тем более английский то тебе будет проще учить испанский я тут не знаю на сто процентов и не могу что-либо утверждать но у нас понятное дело что всегда говорю ваня ваня нужно больницу баланс он со мной идет мне нужно куда-то идем со мной короче я адвокат и переводчик и не ну да и честно говоря немножко бывает то что настолько мне лень даже думать как мы построить предложение потому что зачем я буду запариваться сейчас ваня все скажет но последнее время он стал более как-то жестким со мной и тут мне нужно было подойти записаться к врачу а не то что записаться у меня была запись к врачу вместо того что меня положили в больницу я не смог попасть мне нужно было объяснить это на ресепшене что мне нужно сделать себе новую запись а тому же это как бы более сложное предложение чем нежели сказать ой дайте мне просто там но просто запись это немножко сложнее ваня меня бросил в этом море вот так вот знаете как помните нас учили купаться тебя вот так вот просто швыряли и все плыви хочешь жить плыви вот он примерно так же сделал ничего вроде нормально разобрался записался даже сейчас последнее время я стараюсь социализировать нужно больше не переводчиком вот так тыкать людям в лицо а зачитывать хотя бы ну и какие-то слова запоминать иногда там какие-то приложения самостоятельно ставить поэтому тут конечно у нас ваня и не он я не знаю наверное пробал бы уже без знания вообще какого-либо языка это не пропал бы на самом деле разбаловал что я везде с тобой хожу и трясусь над тобой как нянечка ну это же ну вот вот видите а вот был бы мужем я бы ему сейчас сказал потому что мой муж вот поэтому я ему еще покажу чтобы не было таких аргументов понимаете что я специально делаю чтобы ты не смог так говорить все правильно записали да парни запишите следующий вопрос как часто вы ругаетесь как часто вы ругаетесь день неделю вообще как часто вы ругаетесь частенько но это правда на самом деле ведь нет у меня были до этого отношения и я знаю что такое ругаться и ну чистота руганий тоже тут нужно опять же я думаю что вопрос именно звучит в более серьезных конфликтах этих конфликтов у нас не так много по мелочи какой-то бытовухи да мы частенько ругаемся буквально перед тем как записывать видео задействуем до этого мы немножко поварить но это фигня то есть я даже это не считаю руганью это наверное мне нужно больше привычку даже какого-то разговора но мне не нравится конечно разговоры все через ругань все через как-то все из-под палки негатив постоянно ощущать ладно я не буду больше ничего вставлять остается будет конфликт давай заблюримся подеремся пускай останется как есть я с этим не согласен для меня это не конфликт я не считаю это большими конфликтами мне кажется у всех есть бывают какие-то просто стычки крутые фигни в любой паре и мне кажется это бывает это нормально в комментариях часто вы ругаетесь со своим партнером или партнер будет интересно почитать да и из-за чего самое главное из-за ерунды посерьез что дровый мир я хочу сравнить следующий вопрос который также довольно часто звучит кто из вас мальчика кто из вас девочек не нравится установка вопроса но это часто вопрос которые реально давайте гетерой людей но почему-то не воспринимают именно это так и задает этот вопрос потому что у них есть вот стандарты гетерой нормативные стандарты отношений пусть и там есть парень есть девушка и вот они там существуют вместе в однополый парень так не бывает на тиск парень и это девушки девушка и девушка если они не определились со своим полом они 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 это они и все и я здесь даже не хочу комментировать парень девушка у нас такого нет ну да мне кажется люди когда задают этот вопрос мое мнение что люди когда задают этот вопрос они наверное больше себе в голове рисуют кто кого я думаю что они но я не буду как бы отвечать на этот вопрос потому что во первых это интимный вопрос который касается только нас двоих но мне как почему-то мне кажется что когда человек задает этот вопрос не автоматически именно больше сексуализированного до сексуальным подтекстом нежели просто спросить а кто из вас девка в ту парень который поготовит на кухне и стирает а кто там ну да я думаю что тут не в этом плане именно поэтому короче это полный бред и такого нет паре есть просто однополые партнера мы готовлю я не всегда если он будет так говорить а он так часто говорит нет на самом деле реально обижает если он будет так говорить того больше он увидит моих вкус которые ему готовлю знаю вот так вот будешь ходить к соседям суп и есть и последний вопрос он будет звучать так как вы познакомились интересно помните на 100 процентов потому что я очень ярко этот день помню как сейчас который помню хотя странно мы будем очень пьяны в этот день и в этот день у меня украли мобильный телефон мы познакомились в клубе до 17 сентября до 2023 года до 2022 помню это все из-за перехода года потому что того чтобы все основы да и только из-за этого мы познакомились в клубе в москве были уже подвыпившие изрядно мы просто я сказал саша подошел что он красивый он сказал что я тоже красивый причем причем мы познакомимся на выходе из клуба ваня уезжал со своими друзьями в другой клуб я был со своей начальницей у нас был корпоратив вот он уехал и мне просто мы с ним целовались мимолетный приезжай в тот клуб и уехал я думаю так что-то мне не устраивает такая такое знакомство надо продолжать я подошел к стеле к своей подруге к своей начальнице юли и говорю так девочки собираемся мы уезжаем в другой клуб причем резко то есть все нормально было мы танцевали танцевали и тут не подхожу где мы уезжаем так что случилось не будет никогда объяснять поехали и мы поехали следом за ваней в этот клуб там продолжили общение он мне рассказал что него украли телефон продолжили общение просто искали мой телефон посвете ну да суть не поможем полутора уже искали телефон в итоге естественно не нашли ничего его украл мы тоже не нашли и поехали завтра мы после этого собирались поехать моей начальнице за город она живет под дмитровым это там два с половиной часа езды от москвы я просто говорю о вань а хочешь с нами ну и он поехал с нами его потеряли другими телефона мать я с незнакомыми людьми уехал за город без телефона я не знаю что у меня в голове было на самом деле я очень доверял его искали друзья несколько дней он там он писал с моего инстаграма запрещенную в россии организация принято говорить за грани давним за грани но вы сами знаете что когда ты пишешь незнакомых страниц всегда приходит они уходят запрос и конечно его друзья не видели эти сообщения которые он писал конца на его нельзя грамма вот или заявление о пропаже человека тогда он вернулся через получается два дня это уже прошло через два дня он вернулся вообще все были в шоке он потом бегал писал тоже в полицию заявление что с ним в порядке поисков менях это было максимально конечно забавно ну и все после этого дня у нас все закрутил завертелось ну и вот как видите сейчас мы уже отсидим в другой стране она уже не нашей новой стране уже наша новая страна который мы надеялись будем всю жизнь жить на возможных путешествуем куда-то поживем до разных странах потом сюда опять вернемся в америке у нас будет там вилла в майами потом здесь квартир ну так будем по меру вот такие вопросы были будем рады вашим комментариям пишите что вы думаете если у вас есть какие-то еще вопросы то также их спрашивается пишите будущем обновим видео еще один а по идее вопрос какой формат вообще было ли вам интересного вообще не мы переживаем по этому поводу тоже да и у нас первое видео такого формата где мы непосредственно просто общаемся без каких-то конкретных тем а рассуждаем между собой и болтаем и разговору да возможно какие-то развод нелепыми не обращайте на это внимание или обращайте внимание писать в комментариях менять посмотреть постараюсь сделать минимум монтажа чтобы было более живым спасибо за просмотр ставьте ваши лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и забывайте про колокольчик пока пока